С вами канал улицы Москвы. Мы сегодня на юге в Днепропетровском проезде. Здесь вот у нас проходит Варшавское шоссе. За ним улица Днепропетровская. Туда дальше идет к станции метро Южная. Также на той стороне расположился одноименный торговый комплекс. Ну а мы сейчас пойдем в обратном направлении, в сторону железнодорожных путей. Там вот неподалеку пересекаются Курское с Павелецким направлением. Ну достаточно там здесь глухое место. Промклоны кругом вот именно за Варшавским шоссе. По его нечетной стороне. Ну и вот этот проезд нас должен вывести в район улицы Дорожная. Такой здесь рабочий промышленный кластер. Тоже довольно крупная промзона в Варшавском шоссе. В основном она сосредоточена как раз по его нечетной стороне. Так исторически сложилось. Почетный там тоже в районе, но это уже ближе туда, к центру, к метро Нагатинской. А здесь вот почетные живые дома. Здесь всего-то не перечислить, что находится. Район, так, здесь либо северное, либо центральное Чертаново. Точно не южное. Возможно, где-то вот в этих краях и проходит граница северного и центрального Чертаново. Южное Чертаново тоже академика Янгеля, Анина. То есть тот район уже граничит Сунгкат. Здесь тоже окраина, но к центру чуть-чуть поближе будет. Московский завод Сапфир. Все, залило. Это прям какая-то осень, переходящая в весну, а не зима. Сегодня еще дождик с утра капал. Я боялся, как бы не зарядит на весь день. Но сейчас вроде поутих. Посмотрим, как дальше будет. Ну, у нас тут на юге вообще достаточно хорошее покрытие по улицам. Ну, разве что там в Бирюлево не были. Наверное, не так тщательно вот. А здесь Чертаново у нас... Кстати, смотрел свой выпуск по улице Сумская. Какая же там, блин, трясучка была. Сейчас стараемся лучше делать. Сейчас была минутка самокритики. Там 400 какой-то выпуск был по улице Сумская. Ну, вот, заходим все глубже и глубже в эту промзону. И я думаю, здесь можно закругляться. Уже будет.